Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центробанк планирует снизить уровень инфляции к концу следующего года. Какие механизмы будут использованы? Права журналистов будут расширены. Приняты новые правила аккредитации СМИ на выборах, которые позволят сделать процесс еще более прозрачным. Генеральное консульство России в Анталии официально заявляет о трех погибших в результате ДТП в Турции. Всего в автобусе, ехавшем поздно вечером в понедельник в аэропорт, находились 22 отдыхающих из России. Девять из которых – дети. Все они должны были вылететь рейсом 63-94 «Анталия-Самара». Сейчас в Турцию вылетают родственники пострадавших. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Семью Машко разбудил стук в дверь около двух часов ночи. С вопросом «А твои девочки прилетели из Турции?» прибежала соседка. Неделю назад на Анталийское побережье уехали отдыхать две дочери супругов – 27-летняя Анастасия и 15-летняя Анна. Звонок из интуриста подтвердил страшные опасения родителей. Из-за аварии в районе города Манавгат старшая из дочерей Машко оказалась на операционном столе. Младшая Анна скончалась. В отпуск, Настя, поехали отдыхать. Как все. Как все тысячи людей, миллионы ездят. И надо же в такой глубинке такое случиться. Вчера в 14-15. Я говорю, вы что там? Наверное, на это сейчас чемоданы будем собирать. В сети вижу, есть, есть. Все по соцсети. Все, фотографии присылают, все нормально. Все еще там пожар. Все нормально. Пожар, я говорю, наверное, спорчен отдых. Я еще, она говорит, нисколько отдых не испорчен. Все хорошо. Это была не первая поездка семьи на отдых в Турцию. В этот раз родители лететь отказались. Не на кого было оставить дом. Старшая дочь Машко, Анастасия, трудится в банке. Из родительского дома в Красном Яре переехала в Самару. Как сообщили родителям, сейчас ее состояние стабилизировалось. Младшая Аня – школьница и активистка. После девятого класса собиралась в медицинский. Семья не верит в ее кончину. Мы ходили на вокал. Очень долго. Это они в Лазаревском одна ездила. Евгений Владимирович, да? В Лазаревском садике. А еще мы в юном медике участвовали. Она лидер юных медиков была. Анюта является давно уже участницей нашего танцевального коллектива. И вообще не хочу, если честно говорить, в прошлом времени. Она и сейчас является нашей лучшей девочкой. Занималась на старшей группе, занимается в старшей группе. И очень ярко, очень талантливо. Сейчас родители собираются в Турцию. Им оказывают всю необходимую помощь. Как сообщает Генеральное консульство России в Анталии, по состоянию на 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные туристы с ранениями разной степени тяжести проходят дополнительное обследование. Их жизнь заверяют медики вне опасности. Генконсульство совместно с властями страховой компании и ритуальной службы занимаются подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину. Телеканал «Самарагис» будет следить за развитием событий. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 465 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 77 704 человек. Такие данные во вторник 3 августа опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 195 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 71 460 человек. За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса. За сутки в России полностью выздоровели 18 963 человека. Региональный Роспотребнадзор оценивает ситуацию как достаточно сложную. Об этом говорили на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 с участием губернатора Дмитрия Азарова. Коронавирус чаще всего выявляется у людей с клиническими проявлениями инфекции. Бессимптомных носителей очень мало. Какие решения были приняты в нашем сюжете. За прошедшую неделю заболеваемость с коронавирусом в регионе увеличилась почти на 35%. Рост коснулся почти всех возрастных групп. Одна из основных причин сложившейся эпидемиологической ситуации – слабый контроль за соблюдением ограничительных мер, уверен губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил неудовлетворительную работу в ряде муниципалитетов Самарской области. Это касается как общественного транспорта, так и торговых центров и организаций бытового обслуживания. Я сказал провести везде муниципальные штабы. Главные врачи должны быть, свои предложения все дать. Они видят, в том числе, я уверен, резервы. Могут предоставить информацию в разрезе вакцинированных по предприятию, которая есть, конечно же, у главных муниципальных образований. Значит, работу эту спланируют, еще раз подчеркну, сегодня-завтра оперативные штабы принятие решений. Коллеги, надеюсь и принятие мер к вашим подчиненным, ответственным за работу по контролю, соблюдению принятых ограничений. Глава региона обратил особое внимание на те муниципалитеты, где были отмечены очень низкие и даже нулевые темпы вакцинации выходные. Расслабляться нельзя. Задача региональных властей – защита жизни и здоровья граждан. Нужно работать в режиме повышенной готовности, в том числе и выходные. Вот вместо того, чтобы эти пиковые нагрузки снять и найти вариант пригласить людей, в том числе договорившись, возможно, с руководителями тех или иных предприятий и учреждений, включая государственные и муниципальные, и сделать, провести вакцинацию в выходные дни, мы получаем нулевые результаты. В госпиталях региона развернуто 3614 мест, 10% которых свободны. Представители областного Минздрава отметили, что за неделю стало больше больных средней тяжести. Расход кислорода также растет, однако пока не достиг предельного уровня, который был во вторую волну. В Минздраве отметили невысокий уровень вакцинации среди отдельных профессиональных категорий, прежде всего работников торговли и сферы бытового обслуживания. Необходимо привить еще около 19 тысяч самарцев, работающих в этих отраслях. В Самаре и Тольятти, чтобы помочь медикам и ускорить внесение в систему учета данных о тех, кто прошел вакцинацию, привлекли волонтеров. Также руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова напомнила о необходимости размещения на портале Госуслуг сведения о результатах ПЦР-теста для тех, кто возвращается за границы. Теперь это можно сделать в течение четырех дней с момента прибытия. В отношении тех, кто не выполнил требования, составляют протоколы. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События. В Самаре продолжают проверять соблюдение мер санитарной безопасности в магазинах и ресторанах. Смотрят на то, чтобы клиенты были в масках, а в заведении всегда были под рукой санитайзеры и антисептики. До 7 августа все сотрудники объектов потреб рынка должны сделать первый компонент прививки от коронавируса. На каком этапе вакцинация в Самарском районе сейчас расскажет Мария Левина. В маленьком и уютном магазинчике в самом сердце Самары к безопасности клиентов подходит особо бережно. Все потому, что по большей части здесь закупаются будущие мамочки. 100% вакцинация – это забота прежде всего о себе, близких, сотрудниках. Хочется поскорее закончить с этой пандемией. Следуем всем инструкциям и санитайзеры, и агрегаты, и для клиентов одноразовые повязки, уборка, само собой. Еще одна торговая точка в Самарском районе, где вакцинировались практически 100% сотрудников – это ресторан на Ленинградской. В среднем в день пообеды сюда заходит порядка 700 человек. Поэтому руководство подошло с большой ответственностью как к здоровью клиентов, так и к самочувствию сотрудников. Практически все сотрудники с осознанным таким пониманием отнеслись к этому, потому что все понимают риски и личные, и риски, которые есть у тех людей, которые приходят в наши во все заведения. Мы позвонили в администрацию города, как только было понимание, что все готовы вакцинироваться, и буквально на следующий день у нас приехали врачи, прямо организованно. Нам это сэкономило очень много времени. То есть понятно, что вакцинировали мы бы всех сотрудников, но это заняло какое-то время, потому что кто-то живет далеко, у кого-то график не совпадал. А здесь мы в течение дня практически всех сотрудников, плюс сотрудников, которые аутсорсинг нам оказывают, мы сделали прививки практически всем сотрудникам. На территории Самарского района прививочная кампания уже завершилась в семи объектах потреб рынка из 79. Это значит, что все сотрудники там сделали оба компонента прививки от коронавируса. В таком случае сотрудники районной администрации выдают собственникам заведения специальную наклейку, которая показательно клеится на входе, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности. В процессе ежедневного мониторинга следят и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Масочный режим в регионе никто не отменял. Руководители сознательно подходят к этому вопросу, своих сотрудников вакцинируют, и жители, покупатели могут спокойно заходить и знать, что здесь 100% сотрудников провакцинированы. В день мы мониторим примерно 70-80 объектов. Это не только по вакцинации, в том числе и по масочному режиму. Проверки магазинов и ресторанов продолжатся. Напомним, по приказу главного врача сделать первый компонент прививки необходимо до 7 августа. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Высокими темпами идет вакцинация населения в Чапаевске. Здесь работают как стационарные круглосуточные кабинеты, так и мобильные прививочные комплексы. С каждым днем желающих пройти процедуру становится все больше. Жители отдают предпочтение мобильным пунктам. Они дежурят по всему городу. Гульфия Сафина продолжит. От капитана полиции до преподавателя в Чапаевске полным ходом идет вакцинация населения, в том числе в мобильных пунктах. Любовь Ашихмина, учитель Чапаевской школы искусств. Делится скоро новый учебный год и нужно идти в него, не боясь атак вирусов. Хоть и болела не так давно, твердо следует лично выработанной схеме. Лучше прививаться, чем болеть. Облегчит, наверное, симптомы, потому что, когда я болела, это я никому даже не пожелаю. Это очень тяжело. Заболевших становится все больше. По последним данным Роспотребнадзора, число инфицированных за неделю увеличилось на треть. Причем инфекция уже не та, что была год назад. Все чаще болеет молодежь и даже дети. У нового штамма контагиозность в разы выше, а развитие симптомов быстрое. Поэтому коллективный иммунитет сегодня в регионе – задача номер один. Я раньше делала прививки от гриппа, они помогали. Я думаю, такая же вакцина и от этого. Слушаю, что к сентябрю надо обязательно привиться, делать передачу врач. И он популярно объяснил, и как бы на основании этого я решила сделать прививку. Чтобы как можно больше людей смогли защитить здоровье от новой инфекции, подключают мобильные пункты вакцинации. Например, в Чапаевске новость о том, где будет размещен комплекс завтра и ближайшие дни. Регулярно публикуется на сайте больницы и в городских пабликах. Это самый популярный вариант, признаются в местной ЦГБ. Желание людей привиться именно на мобильном комплексе, на своей территории мы отслеживаем. Есть возможность у людей позвонить как мне лично, так через приемную, вплоть до участкового врача. Вся эта информация у нас собирается, анализируется. Исходя из этого, как раз и формируется график движения мобильного комплекса. Удобно это тем, что не нужно идти отдельно в поликлинику. То есть и приближено к территории проживания. Записаться заранее не нужно. Прививки делают в порядке живой очереди. Медики напоминают, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию все равно после прививки будет необходимо. Но она гарантированно не даст развиться болезни до тяжелых осложнений. На сегодняшний день только в Чапаевске прошли вакцинацию порядка 17 тысяч человек. По всей Самарской области привились первым компонентом 822 тысячи человек. В свыше 633 тысяч из них вакцинацию полностью завершили. Кульфия Сафина, События. Прививать будут не только от коронавируса. Первые партии вакцин против гриппа начнут поступать в регионы России после 8 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что сейчас главная задача профилактически защитить население России. Экономия времени и решение важных бытовых вопросов всего за несколько минут. В Самаре открылся региональный центр обслуживания потребителей. Теперь подключиться к водоснабжению, электроснабжению и газификации жители города и региона могут в едином офисе. В день открытия с работой центра обслуживания ознакомились первый вице-губернатор области Виктор Кудряшов и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. В региональный центр обслуживания потребителей Юлия Дерябина пришла как индивидуальный предприниматель. Ей нужен доступ к личному кабинету для получения расчетно-платежных документов в электронном виде. Намного удобнее, отмечает Юля, когда у организации есть возможность оказывать услуги дистанционно. Это значительно экономит время и позволяет решать важные бытовые вопросы всего за несколько минут. Метод единого окна чем-то напоминает многофункциональный центр, говорит девушка, но с некоторыми отличиями. Там мы получаем только услуги, связанные с государственными, здесь уже с частными организациями. Теперь для того, чтобы подключить дом к электроснабжению или выяснить статус своих платежей, не нужно объезжать офисы нескольких ресурсоснабжающих организаций. Региональный центр обслуживания стал первым в Самарской области учреждением, в котором потребители смогли комплексно решать вопросы с крупнейшими энергетическими, газовыми и водоснабжающими организациями. Такой подход существенно сократил сроки и упростил процедуру оказания услуг в сфере энергетики и ЖКХ. Идея создания центра была представлена губернатору Дмитрию Азарову чуть более двух лет назад и долгое время обсуждала с представителями ресурсоснабжающих компаний. И вот сегодня мы уже видим результат, мне кажется, он порадует сотни тысяч посетителей, ресурсоснабжающих организаций, которые с комфортом могут получить здесь полный спектр услуг по подключению. Мы надеемся, что в созданном совместно с областной администрацией проекте по улучшению качества обслуживания наших граждан мы найдем поддержку, мы найдем отклики у вас. Заявления можно подавать как очно, так и через цифровые сервисы. В дальнейшем в Центре обслуживания потребителей начнут работать специалисты регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий под контролем Министерства энергетики и ЖКХ. В настоящее время в Центре трудятся 47 человек. Для клиентов организовано 18 окон. Региональный центр обслуживания потребителей находится по адресу Новосадовая, 106, этаж 2Б. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Мария Левина уже в студии. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В планах Центробанка снизить уровень инфляции. Когда это может произойти и как она изменится? Изменить уровень инфляции Банк России надеется к концу следующего года за счет повышения ключевой ставки. Расскажу об этом подробнее сразу после курсов валют. Курс доллара на 4 августа 72,85 рубля. Евро 86,61 рубля. Нефть марки Брент торгуется на отметке 73,31 доллара за баррель. Центробанк России надеется снизить уровень инфляции к концу 2022 года за счет повышения ключевой ставки в июне-июле. Глава ведомства Эльвира Набиулина заявила, цитата, «Мы ожидаем, что в следующем году инфляция замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. При этом наша политика не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста». Конец цитаты. Напомним, Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых. В Самарской области фиксируется снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора. Согласно данным Самара Стата, за последние недели средняя цена килограмма картофеля на прилавках региона снизилась с 53 до 43 рублей. С производителями овощей постоянно взаимодействует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Глава ведомства Николай Абашин подчеркнул, что на ситуацию серьезно влияет наличие или отсутствие на рынке местной продукции. Фермеры же отмечают высокую востребованность своей продукции и заявляют о готовности обеспечить продовольственную безопасность региона. Майнеры биткоина в июле заработали почти миллиард долларов. По сравнению с июнем эта цифра увеличилась почти на 100 миллионов долларов. Напомним, рекордный уровень дохода майнеров был зафиксирован в марте текущего года. Тогда он составил почти 2 миллиарда долларов. Падение доходов от добычи биткоина по сравнению с весной связано с запретом майнинга в Китае. Из-за этого китайские майнеры были вынуждены остановить работу и перевести оборудование в другие страны. Это были новости экономики. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Обеспечить прозрачности выборов и создать комфортные условия для голосования. В Самаре за круглым столом собрались независимые общественные наблюдатели. Одна из тем, которые разобрали на заседании штаба – фейковые новости. Какой сферы они могут коснуться, знает мэрия Елчан. За круглым столом в рамках работы общественного штаба независимого наблюдения за выборами обсудили насущные вопросы. Один из которых касается фейковой информации. И больше всего здесь уязвима сфера здравоохранения. По мнению экспертов, недостоверные сведения могут коснуться темы вакцинации. Мы считаем, что в сегодняшней ситуации вообще в принципе вранье, оно излишнее. Люди находятся в состоянии все-таки постпандемийного периода. И поэтому я считаю, что сегодня нужно говорить о всех происходящих на территории Российской Федерации процессах открыто. Системную работу перед выборами выстраивают, принимая во внимание региональные особенности. На прямую связь со штабом 63-го региона сегодня вышли представители сразу восьми субъектов. Обмен положительным опытом – важная составляющая для создания комфортной для избирателей обстановки на выборах. Если говорить о таком подходе, главном по снятию фейк-ньюсов, это стратегическая задача, максимальная открытость проведения всех процедур. И чем больше мы этот принцип исповедуем сами, тем больше возможностей всем остальным, какие бы провокации ни планировали, снимать их уже за год. На заседании поговорили и о новых, уже принятых правилах аккредитации СМИ на выборы. Подавать заявки для работы на избирательных участках журналисты начали 30 июля. С учетом трехдневного голосования их права были расширены. Журналисты смогут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами об итогах голосования, получать их копии, а также вести фото и видеосъемку, предупредив председателя и секретаря комиссии. При этом установлено, что СМИ должны обеспечить наличие специального профессионального стажа работников СМИ не менее двух месяцев. И этот порядок, он достаточно демократичен. Например, избирательные комиссии ЦИК и областная избирательная комиссия любого субъекта, они не будут проверять наличие этого стажа, но заявление о том, что есть такие требования и соблюдены, это обязанность уже СМИ. Как подчеркнули в ЦИК, работа СМИ направлена на объективное, беспристрастное и профессиональное информирование избирателей о ходе выборов, процедуре голосования и подсчете голосов. Тем самым журналисты внесут вклад в обеспечение открытости выборов. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. В Самарскую губернскую думу подала документы для регистрации и участия в выборах партия «Новые люди». В регион прибыл лидер движения Алексей Нечаев. Гульфия Сафина продолжит. Пожелать нам ни пух, ни пират. Ни пух, ни пират. Черт! Ура! Впервые в областном избиркоме «Новые люди». Самая молодая партия страны подает документы для участия в выборах в Самарский парламент. Поддержать своих кандидатов приехал и лидер движения Алексей Нечаев. Одна из главных идей партийцев – помогать местным властям продолжать обновлять и совершенствовать городской автопарк. Ускорить процесс, возможно, уверены новые люди. Это было интересное приключение. Мы ехали от офиса партии до избиркома на трамвае. Мне говорят, что есть несколько трамваев новых, которых купили. Это хорошо. Обновления есть. Это, я думаю, все приветствуют. Более того, я думаю, что и станции метро будут удлиняться больше. И в более правильные места, где люди живут, нужно больше нового транспорта закупать. И, конечно, у города и области есть желание это делать. Надо деньги оставлять в регионах. Тут лучше знают, на что их потратить. Увеличить возможности для развития городских маршрутных сетей. Помочь экоактивистам сберечь акваторию Волги. Какие идеи есть у неравнодушных жителей и как их реализовать, обсудили в местном офисе партии. Впереди большие дела, уверены новые люди. Уже сейчас у партии имеется три пакета инициатив. Главное – войти в Госдуму и региональные парламенты. Выборы состоятся этой осенью, 19 сентября. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. 11-й день Олимпийских игр в Токио оказался небогатым на медали российских спортсменов и выступления самарских атлетов. Об итогах соревновательного дня расскажет Андрей Горгуленко. Из Самарской области на Олимпийские арены в Токио сегодня вышел лишь Дмитрий Волков. Уроженец Новокубышевска помог волейбольной сборной обыграть канадцев и выйти в полуфинал, где они встретятся с бразильцами. Всего сегодня на Олимпиаде было разыграно 26 полных комплектов медалей и несколько бронзовых в боксе. Российские спортсмены завоевали две награды. Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в категории до 97 килограммов. А Никита Нагорный завоевал бронзу в финальном гимнастическом виде в упражнениях на перекладе. Медальный зачет продолжают возглавлять китайские олимпийцы. В их активе уже более 30 золотых наград. Российская команда на пятом месте. У нас 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Завтра внимание самарских болельщиков будет направлено на гандбол. Россиянки, в составе которых игроки Тольяттинской лады, в 4.30 утра выйдут на четвертьфинальный матч против сборной Черногории. На этом все. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»